Здравствуйте! Это рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина. Апрельские пожары в Хакасе уничтожили больше тысячи зданий. Из них практически 1300 домов. Владимир Путин распорядился к 1 сентября заселить людей в новые дома. Успеем ли? Об этом мы поговорим с Сергеем Новиковым, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Вот какими темпами сейчас у нас идет строительство жилья для погорельцев? И вот насколько вероятно, что не все пострадавшие успеют заехать к 1 сентября в свои новые дома? Сейчас строители вошли в самую активную фазу. Получается, мы наращиваем постоянно группировку. И на данный момент у нас уже больше тысячи домов находятся в разной степени строительства. Я могу сказать, что у нас готовы по этим домам практически все фундаменты. 80% это готовность по стенам, порядка 50% это кровельные работы. И сейчас ведутся активным образом отделочные работы. Так что правительство республики, Хакасия, Минстрой, строители делают все возможное и невозможное, чтобы поручение президента было выполнено. И все же есть вероятность, что не успеем по некоторым домам, по некоторым населенным пунктам? Вот смотрите, у нас получается первый этап, это 1 сентября. И когда президент был на нашей территории, глава вышел с инициативой, чтобы часть домов, так называемое социальное жилье, перенести срок на 1 месяц. Это на сентябрь. Соответственно, эти дома также будут достраиваться в сентябре. Но мы с детства знаем, что быстро не всегда хорошо. Прекрасно понимаем, что будут наверняка какие-то недоделки. Не бывает такого, чтобы их не было. Вот за чей счет будут проводиться вот эти дополнительные работы? Кто будет ответственен за них? Гарантийный срок эксплуатации домов 5 лет, поэтому в течение всего периода гарантийного. А если будут выявлены какие-то дефекты, генеральный подрядчик будет обязан эти дефекты устранить. Это первое. Второе, на что следует обратить внимание. Все-таки мы считаем, чтобы таких недоделок было меньше и потом каких-то нареканий. Мы приглашаем всех граждан, которые будут заселяться в новые дома, все-таки принимать участие в строительстве. Как минимум это отделочные работы. То есть строители готовы приобрести клей, обои. Но я думаю, что есть семьи, в которых достаточно сил, чтобы люди сами пришли, наклеили обои, сделали какие-то такие работы, которые им посильны. Соответственно, если будут какие-то претензии, то претензии будут к самим себе. Я думаю, что человек, когда делает для себя, он все делает качественно. К некоторым населенным пунктам у нас особое пристальное внимание. К примеру, тот же Бейбулук. Его жительница пожаловалась президенту, что строительство там практически не ведется. Позже оказалось, что оно все-таки там ведется. Вот расскажите, что это за ситуация такая, как сейчас у нас дела в этой деревне? Дела на данный момент идут нормально. То есть строители полностью приступили и развернулись по всем домам, по всему фронту. Дома также находятся в разной степени готовности. И там количество домов небольшое. Я считаю, что это, в принципе, тот населенный пункт, который у нас тревоги вообще не вызывает. Все, что запланировано, то будет сделано. Ну а почему все-таки жительница пожаловалась президенту? Это нужно спросить у нее. Действительно, у нас строители заходили в разное время. То есть там, где оперативно принимались решения, строительная группировка наращивалась очень быстро. И строители зашли буквально через несколько дней после пожаров. Где-то у нас сформировались бригады. Они зашли там позже на неделю, на две. Но это не говорит о том, что будет какая-то сдвижка по времени по сдаче домов. Кроме жилых домов у нас сгорели две школы, два ФАПа, клубы и другие социальные объекты. Вот все они будут восстановлены. И когда? У нас в федеральное финансирование попало четыре объекта. Это две школы в Арджиникидзовском районе. Это деревня Кагаева, Кожухова. И в этих же населенных пунктах по ФАПу. То есть, получается, две школы, два ФАПа, они уже строятся. Причем строятся достаточно активно. Мы там никаких проблем не видим. Школы уже, там идет процесс перекрытия. То есть, готовы стены. Сейчас ведутся там, в том числе, уже начинаются отделочные работы. Прорабатываются вопросы по приобретению школьного инвентаря. Соответственно, я думаю, что здесь тоже никаких сложностей у нас не будет. По ФАПам это модульная конструкция. Один ФАП уже готов, второй находится в процессе сборки. Также установленный срок. Я думаю, даже раньше ФАПы тоже будут у нас готовы к эксплуатации. По остальным объектам, действительно, в Ширинском районе там пострадала часть объектов. Это, например, там конно-спортивный манеж, библиотека, станция ЮНАТОВ. Там еще часть объектов. Которые на данный момент решен вопрос, и они будут восстанавливаться за счет иных источников. В том числе, это коммерческие предприятия, которые предлагают свою помощь. Разрабатывается также проектно-насметная документация. Мы здесь себе какой-то конкретной даты не ставим, потому что эти объекты могут быть построены, либо откапиталены чуть позже. Ведется подготовительная работа. Но вообще эти стройки, переброска сил рабочих в районы, серьезно замедлили наши главные республиканские стройки? Я думаю, это серьезно замедлило вообще все стройки. Каким образом? То есть понятно, что республика не готовилась к этой ситуации. И нам пришлось, в том числе со всех объектов города Абакана, со всех без исключения, снимать людей, чтобы бригады как раз занимались строительством домов в других населенных пунктах. У нас действительно был некий отток сил с наших республиканских объектов. Это и с музея, это и с лечебного корпуса, даже с перинатального центра. Сейчас ситуация восстановилась. То есть люди прибыли из других территорий. Соответственно, группировка работает достаточная. И у нас музей в графике, лечебный корпус в графике. Действительно, по перинатальному центру есть... Там большое отставание. Да, отставание большое по разным видам работ. Это и месяц, и два. По каким-то видам работ даже есть три месяца. Разобрались в ситуации. Сделал у нас новый график по ликвидации отставания. Я убежден, что до Нового года ситуация будет... Отставание ликвидировано. То есть мы также войдем и будем работать нормальным темпом. Ну, еще и республиканский музей у нас строится. Его планировали сдать к историко-культурному форуму. Форум перенесли на сентябрь. Стройка вроде как тоже продолжается. Когда объект будет сдан? Когда мы сможем зайти в этот музей? Зайти можно хоть сейчас, но под присмотром строителей. Безусловно, ведутся отделочные работы. У нас ничего не поменялось. В принципе, так как сроки были перенесены самого форума, то есть, соответственно, мы также сдвинули сроки в одной группе. То есть у нас есть ряд блоков, которые мы планируем сдать к форуму. Это не говорит о том, что у нас работы идут медленно. Просто мы выполним больший объем работ, и гражданам, которые придут, будет более комфортно находиться в этом помещении. А все остальное у нас идет в соответствии с нашим графиком. 2016 год – это год ввода объекта в эксплуатацию, что и будет сделано. Все. Спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы.